С добрым утром Знаю я, есть края Походи, поищи-ка, попробуй Там такая земля, там такая трава А лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет Там в озерах вода, будто божья роса Там искорятся ломазами завеуслы и падают в горы И я б уехал туда, только где мне достать бы билет Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет Одно сплошное – телевидение А ведь в чем-то был прав один из героев кинофильма «Москва слезам не верит» Советскому человеку телевидение заменило очень многое Порой даже газеты выписывали или покупали в киоске Только ради телепрограммы Так какие любимые передачи мы отмечали в ней кружком или галочкой? Давайте вспоминать С этих слов начинались многие любимые нами советские телепередачи И не редкость, когда мы в ответ здоровались с дикторами, как со своими старыми друзьями Добрый вечер, уважаемые телезрители Здравствуйте, говорили члены моей семьи Здравствуйте, мои маленькие друзья Добрый вечер, добрый вечер, ребята Такие добрые приветствия с голубых экранов были желанными в любом советском доме Ведь это означало, что волшебное окошко в мир вот-вот откроется И мы обязательно узнаем что-то новое и, безусловно, интересное Лежала вырезанная из газеты программка на несколько дней Кто-то выписывал газету, где на неделю была программа Она лежала на телевизоре Ради каких любимых телепередач советские люди откладывали даже самые важные дела? Было время, когда включался телевизор и началась программа там о том, как хорошо жить на Руси Я знаю, как в колхозах просто бросали в посевную и все бросали И тут время почту смотрели Что заставляло с особым азартом смотреть советские интеллектуальные телеигры? Каверзные вопросы были с юмором, и это нравилось очень публике И в какой кабачок дружно ходили всей страной советов? Кабачок 13, да, была такая программа, очень смешная Дурацкие песни на польском языке И содержание Слезнева, ну все знакомые, но в общем это такой юмор такой был, можно и посмешнее На покупку этой вещи долго копили деньги, а потом стояли в бесконечных очередях, но можно было себе представить себя без холодильника или стиральной машины, а вот без этой вещи никак Так, телек полноправный член советской семьи Для многих он вообще всю семью заменял, а что? Не скандалит, пить жрать не просит Смотри не хочу Телевизоры для многих советских граждан долгое время были огромной редкостью, чудом Ведь на огромную страну их выпускали мало К тому же стоил телек прилично На него копили, стояли за ним в очередях, но это потом А на заре отечественного ТВ достать телеприемник часто можно было только по большому блату А так хотелось приобщиться к прекрасному В 1949 году папа сам сделал телевизор Еще телевизоров не было, в продаже ничего не было Но у отца был знакомый, как я потом понял, ну он какое-то отношение имел к органам Комитета государственной безопасности И у него был телевизор такой, на полу стояла такая тумба И там маленький экранчик такой А потом вот он сделал телевизор сам А трубку уже купил от КВН И надо сказать, что изобретательность отца очень помогла юному Жене Стеблову Детство которого прошло в московских дворах, где драки были обычным делом Меня никогда не били во дворе, хотя двор достаточно хулиганский был Я даже не понимаю, почему Говорю, этого не трогать Вот драка, свалка, говорит, этого не трогать Из-за телевизора, потому что у меня был какой-то заступник Которого я мог позвать на телевизор И вот сидели, смотрели телевизор Ведь на первых порах зрелище телевизионной картинки Многими воспринималось как необычный аттракцион Когда первый раз я увидел телевизор, там был какой-то дядька такой бородатый И я от испуга описывался Маленький был И вдруг КВН поставили, маленький экран Потом линзу крестную сделал, серебро туда бросил Экран стал больше, вот такой И я описывался Так что уж, если телек у кого появлялся, то этот человек тут же становился уважаемым Попасть в гости, к которому было настоящей мечтой Соседи были в другой комнате Мастер завода Он, видимо, неплохо зарабатывал Дочка, мать жили И у них появился телевизор И вот бывало, откроется у них дверь Они выходят на кухню А мы стоим в коридоре и заглядываем Это первый раз я видел телевизор Вот мы могли, если, конечно, пригласят Иногда они жалятся над нами, позовут Поход к соседям на телевизор являлся событием Люди даже одевались так, будто шли не в соседнюю квартиру К закадычному приятелю А в кино или театр Особо нетерпеливые могли заявиться И не дожидаясь приглашения Раздавался решительный стук в дверь За которой слышались веселые голоса Гостей принимаете? Попробуй, не пусти Народ бы не понял Не по-нашему это Не по-советски Добрый вечер, товарищи Сегодня мы передаем из зала имени Чайкукова Концерт румынского ансамбля И как будто кинозал Оно уже не видно Там если 15 человек пришло Уже 15-му точно не видно Шею тянет, смотрит А там вот такая каплюшечка какая-то Ну это ж так круто Там что-то шевелится Кто-то бегает Что-то делают Не знаю Мне это все нравилось Не все могли купить Поэтому набивались в комнату Смотрели Кто-то добрый Иногда, когда шел какой-нибудь матч Он выносил его на кухню Но это редко было Потому что намоленное место Это как икона Должно было быть дома Это телевизор И все собирались С своими стульями Михаил Михайлович Кисаков Показал же это хорошо И на каждом телевизоре Лежали плоскогубцы Ламповый телевизор И там был переключатель Такой, железный штекер На него пластмассовая ручка Надевалась С втулкой такой Из металла Из тонкого Но она стиралась быстро Они ломались Вот это торчал стержень И вот это позволяло плоскогубцами Переключать программы И часто не имело никакого значения Какая программа в это время Шла в эфире Просто заставка Мы можем часами в это сидеть Доставку смотреть Любопытно было Само вот это вот действие Просто сидеть За телевизором Горит просто пустой экран Со шкалой с какой-то И мы сидели, смотрели А что это вы в темноте сидите? Мы телевизор смотрим Временно спаси 1967 год На экраны страны Выходит фильм Кавказская пленница Суббота Становится выходным днем Но главное Это год Пятидесятилетия Великой Октябрьской Социалистической Революции И наверное Самым запоминающимся Как тогда говорили Подарком к юбилею Было возведение В Москве На улице Академика Королева Нового телецентра Символом которого Стала Останкинская башня И вот теперь Когда башня поднялась До самого неба Когда рядом выросло Громадное здание Стекла Бетона и стали Откуда уже начались Передачи нового телецентра Прошу вас В этот наш Естественно Ваш дом Останкинской красавицей Гордилась вся страна Как-никак Самое высокое Сооружение В Европе Неудивительно Что изображение Телебашни Появилось В заставке Главной Информационной Программы Советского Союза Был время Когда включался Телевизор И началась Программа О том Как хорошо Жить на Руси Отрадно Сознавать Что страна Уверенно Продвинулась Вперед На всех Направлениях Коммунистического Строительства В 9 часов вечера Начиналась программа Время Всех Укладывали спать У меня делали Что я засыпал В то время Когда родители Смотрели Бабушка и девушка Смотрели Я успев Успевал Подглядывать Войдите пожалуйста Любимых дикторов Называли Исключительно По именам Ласково Словно Членов семьи Вы не смотрите Тогда Простите Мы просто Хотели Поинтересоваться Кто Сегодня Ведет Ниночка Или Вальчика Например Диктора Валентину Леонтьеву Звали не иначе Как Наша Вальчика И не было Наверное В стране Ни одной Женщины Которая Хотя бы Пару раз Не всплакнула Во время Любимой Передачи от всей души В которой Валентина Леонтьева Соединяла Потерявших Друг друга Близких людей Родь Петровна Вы счастливы А вот сейчас Глядя на вас Все думают Что вы Самые несчастные Что же Вы так Плачете Такой же Всенародной Любви Как наша Валечка Удостоилась И наша Юлечка Здравствуйте Дорогие Товарищи Весна В разгаре И конечно Это находит Отражение В нашей Почте В ваших Письмах Это про Ведущую Передачу Здоровье Юлию Белянчикову Конечно Я смотрела Здоровье Я хорошо Помню Юлию Васильевну Белянчикову Хорошо Помню Ее Программу Про Иммунитет Одним Словом Это была Часть Жизнь А вот Юлечка Сказала Такую Фразу Приходилось Частенько Слышать Врачам От пациентов Поликлиника Больниц Ей Верили Безоговорочно Еще Хочешь Что-то добавить О том Что дает Занятие В этой Группе Я хочу Сказать Что я Здесь Два Года Чувствую Что я Заболеваю Я Прихожу Здесь Побег На следующий Совершенно Здоровая Но была На советском Телевидении Одна Любимая Передача Ведущего Который Долгое Время Никто Из Зрителей Не Видел В лицо Хотя Голос Узнавали Миллионы Вот Обычный Советский Волчок Похожий Продавался В каждом Советском Детском Магазине Игрушек Но Однажды В этот Магазин Пришел Мужчина Лет 45 В роговых Очках Взглянул На Волчок И Задумался Уж Не Знаю Воскликнул Ли Он После Эврик Или Просто Улыбнулся Посетивший Его Идея Но Так Или Иначе Именно Этот Визит Магазин Подсказал Ему Идею Новой Телепередачи Мужчину Звали Владимир Ворошилов А Название Этой Передачи Вскоре Узнал Каждый Советский Человек 1975 Год На орбите Земли Стыкуются Советские И американские Космические Корабли Союз И Аполлон Начинается Коммерческая Эксплуатация Первого В мире Сверхзвукового Пассажирского Самолета Ту-144 А в Москве В баре Советского Телевизионного Центра Останкино Проходит Премьера Игры В которой Схлестнулись Знатоки И телезрители Вопрос Ольги Остаповой Где Уши Усовые Я очень любил Смотреть Что где Когда Потому что Это была Такая Культовая Программа Бабушка Мне говорила Что Вот как только Славик заснет Мой младший брат Ты тихонечко Можешь Прокрасся И посмотреть Я уже слышал Что пошла Это лошадка И я тихонько Смотрел на брата Пытался Слезть с кровати А он мне говорил Я все вижу Я тоже хочу Посмотреть Ну мне приходилось Его тихонько С собой тоже брать Смотреть А теперь Внимание Вопрос Вопросы были Каверзные Вопросы были С юмором С одной стороны Требующий Какого-то Интеллекта Знания В самых разных Областях Назовите слово Которое Объединяет Эту замечательную рыбу С не менее Замечательным Драматургом Мольером Трудно Минута Эти вопросы Могли быть Какие-то Очень неожиданными Кандидатичными Если хотите И это нравилось Очень публике Мольера С этой рыбой Объединяет герб Имя ведущего Программы Долгое время Держалось Втайне Порой его Даже называли Инкогнито Из Останкина И лишь Спустя пять лет В финале Одной из игр Вдруг прозвучали слова Вел передачу Владимир Ворошилов Правильный ответ Рыба с начинкой Измельченная Начинка Фарш По-французски Фарш Это фарс Именно в жанре фарса Писал и работал Жан-Батист Мольер Счет становится Шесть-пять В пользу телезрителей Классные черты Того телевидения На котором я выросла Если можно так сказать Это прежде всего Марка Вот уровень Вот этот Высочайший Это любимые люди Которые появлялись На этих голубых экранах Входили в твою семью И мы до сих пор Их с наслаждением Вспоминаем Игорь Кириллов Анна Шатилова Валентина Леонтьева Профессор Капицы Добрый день Сегодня мы хотим Продолжить Рассказ о том Какими средствами Астрономы Исследуют Окружающий нас Звездный мир Именно так Добрый день Подражая ироничной Интонации Профессора Сергея Капицы Часто здоровались Советские люди Добрый день Правда для них В его программе Всегда было больше Невероятного Чем очевидного Владимир Высоцкий Даже посвятил Культовой передаче Одну из своих песен Уважаемый редактор Может лучше Про реактор Про любимый Лунный трактор Ведь нельзя же Ход подряд До тарелки Мемпугают Дескать Подлые Летают То у вас Собаки лают То у вас Руины Говорят Очевидно Невероятное Это все то Что тогда Нас Будоражило И хотелось Стать ученым Открывать что-то И вот это все В этой программе Было очень интересно И занимательно Был ряд программ Которые заставляли Человека Не просто думать А они вызывали Огромный интерес Причем для разных Слоев населения Произносим Магическое заклинание Абра-кадабра И у нас Появляется Девятка губи И девятка пик Но уже другой Это понятно Да Спросите Зачем я залез Под стол Все очень просто Была на советском Телевидении Одна передача Для которой Придумали Специальный Подстольный язык В этом языке Были главные Две команды Постучать По ноге Или Погладить Коленку Если Редактор Стучал Ведущий Легонько По ноге Это означало Что она должна Закончить фразу Или наоборот Начать беседу А вот если Он поглаживал По коленке Это значило Что пришло Завершение Передачи И всем Советским малышам Пора Пайнки Я надеюсь Что вы поняли О какой передаче Идет речь Как сказал В свое время Говорухин Наш знаменитый Кинорежиссер Что телевидение Стало Главнее Папа и мама Главный Воспитатель Детей Это телевидение Сейчас в это Трудно поверить Но воспитатели В лице Кукольных Персонажей Провожающих Советскую детвору Ко сну Порой Устраивали Не всех Чаще всего Тучи Сгущались Над Хрюшей Однажды На коллегию Гостелерадио Был на полном Серьезе Вынесен вопрос О том Почему Все куклы Моргают А Хрюша Нет Непослушного Поросенка Отстояли Но через Несколько лет Он снова Стал причиной Конфликта Но уже Вместе с Филией В редакцию Пришло Гневное Письмо Ничего не Понимаете И главное Ничего не поймете Сейчас Подождите Одну секунду Где Где это Видано Чтобы Свиньи И собаки Воспитывали Детей А тогда На письма Очень реагировали Тот Он писал письмо Почему Свинья Воспитывает Наших детей Чего-то Испугавшись Хрюшу Из программы На время Убрали Но Как раз Была моя очередь Быть обозревателем На высокой летучке Высокая летучка Проходила У генерального Директора И на этой летучке Я сказала Что Хрюша убрали И Кравченко Он не знал о том Что Хрюша ушел Из кадра Говорит Как ушел Почему ушел Куда делся Хрюша Но на завтра Хрюша вернулся Дяденька какой Здравствуйте Дяденька Здравствуй Хрюшечка Конечно И Хрюша И Степашка И Каркуша Были закадычными Телевизионными Друзьями Советских малышей Но главное Ради чего Собирались У голубых экранов Мальчишки И девчонки Страны Советов Мультфильм Который Обязательно Показывали В конце Каждой передачи Ничего себе Вашу маму И там И тут Передают До чего Техника Дошла Мультики Редкость Для советского Телевидения Как же Мы и ждали Старательно Отмечали Время Показыв Газетные Программки И не дай бог Родители Забудут Напомнить Бывает Играешь Себе Спокойно С друзьями Во дворе Но Стоит Кому-то Из взрослых Крикнуть С балкона Мультфильмы Как ты Несешься Сломя голову Домой Где Мама Заодно Кормит Тебя Обедом Ведь порой Другого способа Кроме любимой Передачи Или мультиков Заманить детей С улицы Было Практически Невозможно Конечно Обову Гдейка Когда была Совсем Маленькие Песенка Обову Гдейка Обову Гдейка Мы ее Все Напевали Это была Передача Для Дошкалят И учеников Первого Класса Такой Телевизионный Спектакль Для Совсем Юного Зрителя Автором Идеи Был Эдуард Успенский Тот Самый Что Придумал Крокодила Гену И Чебурашку Кота Матроскина И почтальона Печкина Популярность Программ И сейчас Измеряется Письмами Обову Гдейка Получает Много Писем И могу Вам сказать Что если Сравнить Письма 45 лет Назад От детей И сейчас Они в принципе Не разнятся Поэтому Когда спрашивают Татьяна Кирилловна А вот дети Раньше были Наверное Другие Нет Была другая Информация А дети Были всегда Такие же Пытливые Интересующиеся Здравствуйте Ребята Меня сегодня Попросили быть Хозяйкой Будильника Мне сказали Вы любите Сказки Я говорю Ну конечно Я люблю Сказки Расскажите Какую-нибудь Веселенькую Веселенькую Сказку Мне всегда Даже казалось Что это Лично для меня Я сейчас Понимаю Что на всю Страну В 9 утра Начиналась Программа Будильник Но мне казалось Это для меня В гостях У сказки Было для меня Здравствуйте Дорогие Ребята И уважаемые Товарищи Взрослые Для советских детей Это было сказочное Телевизионное время Ну судите сами Вела передачу Добрейшая тетя Валя Диктор Валентина Леонтьева Само собой Показывали сказку Мультик Или игровой фильм Я не мог пропустить Ни одной сказки Хотя они были смотрены Все пересмотрены Но Какая-то была у нее Загадка В этой тете Валя Сказка Начинается Шла такая Мощная теплая энергия От нее И конечно В конце конкурс рисунков На который Мой рисунок К сожалению Ни разу не показывали Я с таким нетерпением Ждал Когда объявляли Шабловка 37 Я писал Отчаянно Чтобы Чтобы мой рисунок Показали Итак ребята Давайте смотреть Ваши рисунки Авторы будут Очень довольны В 60-х годах В Москве На улице Горького Открылось Молодежное кафе Там диспутировали Читали стихи Выступали артисты Разумеется Там бывали И люди с телевидением И вот Когда На центральном телевидении Решили создать Музыкально-развлекательную Передачу Где ведущие К себе Звали гостей То скопировали Интерьер Этого кафе Поначалу Оно называлось Телевизионное кафе Потом переименовали На огонек Ну, дескать Приходите к нам На огонек Но в историю Она вошла Под другим названием Голубой Огонек С тех пор Ни один Новый год Не проходит Без этой передачи Ночь С 1962 На 1963 Год Самый первый Новогодний выпуск Голубого огонька Друзья Вот мы сегодня Собрались В телевизионном кафе И нам кажется Что мы имеем право Сегодня вспомнить Об одном событии Минувшего года Телевизионном событии В этом году Дорогие друзья Родинста Наш Голубой огонек Как ни странно Но это название Обязано своим происхождением Черно-белому телевизору Рекорд Хотя кинескоп И выдавал Черно-белые изображения Тем не менее Оно имело Голубоватое свечение В народе Рекорды Даже в шутку Нарекли Первым советским Цветным телевизором Как говорил Почтальон Печкин Главное украшение Стола Это телевизор А главное украшение Новогодней программы Передача Голубой огонек С участием Самых популярных В СССР Артистов С Новым годом Дорогие друзья Мы приглашаем вас Сегодня провести Этот праздник Вместе с нами Под оперное пение И балет Советские граждане Выпивали И закусывали А на десерт получали Раймонда Паулса Аллу Пугачеву Софью Ротару Льва Лещенко И всех 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 Кто дотягивал По статусу До главного концерта Страны Все гоньки Были безумно добрые Конечно Было очень интересно Смотреть На людей Которых Знала вся страна Это и космонавты С Новым годом С Новым годом Все эти вот лица Которые казалось Совершенно необычные А вот они Вживую Рядом У тебя в квартире Дома Или рассказывают Или поют Райкин Всегда выступал Райкин 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 Ой Райкин Смуром Слово Предоставляется Для музыкального Приветствия Представителю Союза Композиторов 1966 год На экраны Выходит фильм Берегись автомобиля В Москве На чемпионате мира Наши фехтовальщики Одерживают Триумфальную победу И забирают Пять золотых Медалей Из восьми Столицу И Новороссийск Связывает Трасса Дон Но 1966 Это еще и Год рождения Кабачка В который Приглашали Всех телезрителей От мала до велика Добрый вечер Добрый вечер Вот это вот и есть Кабачок 13-го Благодарю вас Пожалуйста Я всегда С детства Я росла На Кабачке 13-го Смотрели Кабачок 13-го Да Вот эта программа Очень смешная Вот Дурацкие песни На польском языке Конечно Ну и конечно Персонажи Вот Очень забавно И всех знали По именам Ниша державен Селезнева Ну все знакомые Но в общем Это такой Юмор Такой был Немножко Можно и посмешнее Ну в смысле Тогда бы ее закрыли Боже мой Вот она Нынешняя продукция А В прежних зеркалах Я выглядела Намного лучше Все мужчины По мне с ума сходили Говорят Кабачок Потому и сделали На польский лад Чтобы у советского начальства Не болела голова По поводу Остроты Реприз Ведь теперь Все эти глупости И головотяпства Дурацкие неурядицы И административные просчеты Были не у нас А где-то там В Польше Еще была такая программа Которую вел Иванов Вокруг смеха Не знаю Мне кажется Что когда юмор Не ниже пояса Он имеет право На существование И нам было смешно Ну кто кроме талантливого человека Придумает смазывать бананы Кремом для загара Чтобы они скорее дозрели Это талант в юморе Способность мыслить парадоксами Любопытно Что первым кандидатом На место ведущего В передаче Вокруг смеха Был знаменитый актер Ростислав Плят Однако в самый ответственный момент Он заболел Так как времени Больше не оставалось Эфир Как говорят на телевидении Горел Организаторы решили Пойти ва-банк И взять на роль ведущего Поэта-юмориста Александра Иванова Тот как раз Оказался под рукой И пошел я однажды В народ С мелочишками В кармане И в облаю Потолкался В толпе у пивной Так мечта Воплотилась заветная И шатаясь ушел Боже мой Вот где Устная речь Многоцветная Ведущий Вокруг смеха Прекрасный Иванов Как Чехов говорил Шутку нельзя сыграть Можно только рассказать Обстоятельства Которые ей предшествовали Что не личность Великий знаток И без всякой Притом Профанации Слов Немного Ну может Питок Но какие Из них Комбинации По слухам Телевизионному Начальству Импонировала Фамилия Пародиста Что скрывать Сатирой и юмором В стране советов В основном Заведовали люди Скажем так Нетитульной Национальности А тут вдруг Нашелся Талантливый Пародист Еще из фамилии Иванов Да к тому же Александр Александрович Это Устроило всех Не скажу Чтобы я очень Спортивным был Но худ Строен Зол И красив Я думаю Что юмор Того времени В корме Отличался От юмора Что происходит Сегодня И я не сравниваю Упаси бог Кто лучше Кто хуже Просто он был Выдержанный Что такое Выдержанный Хороший коньяк Я Это я Где-где На собрании Я помню Как и миниатюру Показывал Драматический артист Алексей Петренко Это был умный юмор Это было хорошо Это было не обидно Это было не пошло Вышел на площадку Где написано Вокруг смеха И сделал так Что зал сидел И смеялся Дедушка Войдет Тебе Телевизор Нет Сухой Сухой Как лист Популярные Передачи Обычно Ставили Вечером В пятницу Впереди Выходные Можно Лечь Спать И попозже Но мы Знали Что Самое Вкусненькое Заготовлено Для нас На субботу И воскресенье Когда один за другим Шли телевизионные Советские хиты Сидели у телека Порой часами Ни на что не отвлекаясь Рекламных В посевное Все бросали И тут Тремя почту Смотреть Добрый день Товарищи телезрители Количество писем Которые мы получаем Непрерывно растет Многим из вас Передача нравится Но вы пишете Что она должна Стать еще лучше Абсолютно С вами согласна Музыкальный киоск Обязательно Смотрел Как все люди Как все приличные люди Передача знакомила Зрителей С новинками Звукозаписи Вот мы уже дождались Я вас поздравляю Потому и назвали Киоском Наподобие газетного В основном Конечно Трансляция Была посвящена Классике Ну как же без нее Или народной музыке И не без этого Но зрители знали Ведущая Илеонора Беляева Иногда могла Позволить себе И нечто Экстравагантное Бытует такое мнение И его поддержала Газета Вечерняя Москва Что беспокоит Некоторые затишья На звездном небосклоне Нашей эстрадной песни Ну и так как Опровержение Не появилось Мы взяли На себя смелость Это сделать И тут появляется Ансамбль Ариэль Из Челябинска Крутизна И мы объединились с ней То есть русская песня Капелла Пающая И Ариэль Мы первый клип Сняли в Советском Союзе На песню Порушка Парана Вы знаете Как мы за это получили На полную катушку Нас так расчехвостили Что мы такие бессовестные Задрали юбки Показываем колени Как вам не стыдно Это была жесть Нас раздолбали по полной Но показали И музыкальный киоск Шикарная была передача Элеонора Беляева Элеонор Беля Шикарная Умнейшая женщина Ей это нравится Так, пора просыпаться Скоро полночь Время выпить чашечку кофе А то и две Вечер перестает быть томным Начинается самое интересное Телевизионное время У него даже название свое есть До и после Полуночи А вот и Андрей Миронов Мы вас очень ждем Здравствуйте Здравствуйте, Андрей Простите, что мы Так поздно вас Такой поздний час Пилотный эфир передачи Состоялся 7 марта 1987 года А первым гостем До и после полуночи Оказался Андрей Миронов Который родился тоже 7 марта Я хочу Майве Федоровне Милой женщине Поздравить С праздником Она уже вам это все Передаст Где-то песенка дальняя Слышится там За волной В том же 1987 году Случилось еще Несколько знаковых Телевизионных событий Одна за другой Стали выходить передачи Которые раньше Было просто невозможно Представить в советском эфире Остро сатирический аншлаг Новаторские 600 секунд Позже это назовут Перестроечным телевидением А одним из его символов Станет передача Взгляд Владислав Листев Дмитрий Захаров Олег Вукуловский И Александр Любимов Говорят, когда выходил В эфир Взгляд У советской милиции На дежурстве Становилось меньше забот Так как в стране Снижалась преступность Все жители Страны Советов Без исключения Стремились увидеть то Что в других передачах Центрального телевидения Точно не покажут Петр, а как эта лошадь Оказалась у тебя дома? Ну ее в совхозе Хотели списать на мясо Мы ее купили по мясной цене Она болела И вот вылечили Сегодня в наших квартирах Буквально в каждой комнате Стоит телевизор Размером чуть ли не в пол стены Смотри и не хочу А уж сколько каналов И передач И не сосчитать Но почему-то мы до сих пор Порой с теплотой Вспоминаем старые Советские программы И пусть сегодняшнему поколению Они покажутся наивными Но было в них что-то Притягательное Душевное Может потому Что мы на них выросли Вы знаете Нет такого страдания Что Ах! Ваше детство Обделено У вас не было больших телевизоров Да и плевать на него Зато у меня было много того Чего не было у других сейчас Это формировало человека Причем формировало человека Навсегда И вы спрашиваете Чем советское телевидение Было мне полезно В том числе и вот этим Со временем Телевидение перевернет жизнь Всего человечества Ничего не будет Ни кино Ни театра Ни книг Ни газет Одно сплошное телевидение Насчет всего человечества Не знаем А вот то Что жизнь советского человека Телевидение перевернуло Это точно Нет никаких сомнений Сегодня мы не представляем Свою жизнь без интернета Для многих он полностью Заменил телевидение Но порой Ищешь какое-нибудь Развлекательное шоу в сети И случайно натыкаешься На старый выпуск Очевидного и невероятного И не можешь оторваться Но это уже наша Стариковская Всего вам доброго До новых встреч, друзья! Куда мне очень надо попасть О местах, что не в карте От Владивостока до Бориса Все об этих краях Куда мне очень надо попасть Субтитры создавал DimaTorzok